доброго времени суток друзья с вами снова я иван сусанин и перед тем как поднять восстание в тортаже я все-таки решил что мне нужно конечно же открыть гробницу киры что для этого нужно ну первым делом нужно подойти к этой самой гробницы торговец у нас дойти до нее будет я думаю очень долго но в принципе видеть никто меня напрягает никто меня не боится никто на меня не нападает эти да в гильдию королей хорошая возможность вступить но я я еще не прошел даже первое задание то есть я не прошу еще даже стартаж это уже никуда не год так вот я и говорю что никто в принципе против меня тут не восстает из тех против кого я вначале сражался очень серьезном поединке так кстати похоже обходить придется гробницы вокруг да по всей вероятности я пошел неправильно немножко этот путь надо было идти все таки наверное по побережью по побережью я мог пройти гораздо ближе тому месту где мне нужно добраться нам куда к этой гробнице я надеюсь тут никто против меня ничего не имеет ни крокодилы не птик не пикты все настолько все хорошо что даже удивительно чей-то гробовой камень стоит кто-то должно собрать сейчас так сейчас до этой точке сохранения я приду эти тигры джунглей даже не беспокоиться о том что я могу напасть на них на самом деле так безопасно все так ну вот сейчас думаю закончить с этим заданием и возвращаться обратно в тартаж заниматься уже непосредственно восстанием потому что ну хотя бы потому что я достиг уже двадцатого уровня следовательно я уже что-то способен делать теперь я уже не мальчик для битья как было может быть раньше сейчас я уже способный так точка сохранения вот она помада здесь до сохраняемся здесь и поднимаемся до самой гробницы которую нужно попасть я вот не знаю как какого уровня только враги будут в этой гробнице надеюсь все будет хорошо хотя так я же здесь уже был мне по-моему насколько я помню заходил и в общем то без особых трудов даже эти не сопротивляется мне без особых трудов с ними расправился бы сейчас думаю но я думаю что может быть они повысили свой уровень не знаю сейчас попробуем зайти туда так возвращаемся вы посмотрите как они принципе не беспокоятся по утра босс кстати стоит почему он здесь удивительно мне нужно с ним поговорить как вы думаете они нападут на меня нет надеюсь что нет чего тебе от меня нужно работ ты готов войти в склеп о да я слышал ее шепот и чувствовал тень ее присутствие в уголке сознания она все время зовет меня все время манит и наконец то я нашел киев как последний из рода я имею полное право открыть дверь и выяснить зачем она взывала ко мне ты поддержишь меня ой постараюсь постараюсь до прибудут с нами боги что ждет нас скайримис поменяются такие ворота да примерно уау мутант вау они все против меня что или нет или они против вот этого монстра не совсем я понимаю в общем-то меня ли они или нет наверное все таки нет смотри какой он маленький маленький размер маленький у него уровень все это победа ничего не понял нет они все таки против меня по всей вероятности они все таки против меня как ни странно как ни ужасно но слабенькие они для меня они для меня не войны на самом деле что выпало из этого что выпало из этого так слабенько на рукавицы грозы и самят на так ладно возьмем вот это и что ждет нас здесь урна гробница сумка с трофеем о книжка какая-то да альманах вас при вас чего его восполнение возьмем вот она труб да это труп киры офигеть какой-то так она сама себя заперла здесь с этим духом так но здесь был больше похоже ничего нету да все это все что я мог здесь найти теперь возвращаемся к бартоломео получается не больше не меньше здесь больше вообще нечего делать о что то еще нашел две монетки а тут по моему да вообще нечего делать не такое сложно было задание в принципе сам процесс выполнения его был намного сложнее чем финиш да на самом деле это так так на острове белых песков у меня есть еще какие-то задания нет по моему нету в руинах ахерон то еще кое-что есть я не знаю наверное выполнив этот квест я вернусь то есть схожу в руины ахерон то выполню задание там и уже потом в общем то со спокойной чистой совестью можно будет эммм восставать так тоже сделать восстание возвращаемся обратно да задание оказалось намного проще чем я мог себе предположить сейчас просто спускаемся вниз просто идем эмм обратно в тарташ или подожди есть же еще один по моему проход в тарташ вот это вот да корабль идет в тарташ он здесь недалеко поэтому можно сюда вернуться ну да 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 неплохое дело так знать бы точно где он этот корабль наверное все таки за этой скалой такое предположение у меня да вот он все отлично никто больше мне не соперник эти люди то есть люди этого уровня для меня стали о крокодилы вот эти крокодилы да серьезные ребята вот с ними то можно да посражаться я бы сказал так давай завалим их обоих без особых трудов я думаю это получится у меня сейчас 14 и 15 уровень это че он делал ээээ нанесенную рваную рану он мне сделал да вахту получается неприятно или я ему нанес скорее всего я наверное да так вот этих вот двух еще то есть потихоньку помаленьку я их я все равно с ними хочу расправиться со всеми в принципе уровень мой подымется сразу уровень успеха так уровень успеха уровень ну вообще то слабенькие они очень слабенькие а мне нужны люди моего уровня чтобы в напряженном состоянии быть хотя для прохождения в общем то если честно вот это напряженное состояние когда приходится бороться на пределе для прохождения то не очень красиво выглядит в общем то гораздо спокойнее когда ты проходишь врагов чуть чуть преводходя все таки их и напряженных моментов у тебя просто не не бывает так ну вот и корабль да сейчас вот это вот так так еще и желающие да ну что желающие иди сюда я не против сразиться с тобой в этом неравном бою я намного сильнее я даже спокойнее намного потому что когда у тебя был шанс быть мне врагом я к тебе не ходил а теперь просто я вижу что уровень мой намного превосходит твой и поэтому спокойствие только спокойствие ничего кроме спокойствия не нужно так ну по крайней мере хотя бы трофеи можно собирать да да ладно возвращаемся возвращаемся в тартаж поговорим с бартоломео естественно вот и думаю пойдем в руины ахеронта сходим сегодня тогда уж восстанием сегодня я заниматься не буду да сейчас подойдем к бартоломео и все выясним что он хочет от меня так пьяный пират задания стали намного легче чем поначалу да когда я был первых уровней когда мне довольно сложно так голгота новый какой то еще один организации меня приглашают но меня сейчас больше приглашают потому что я достиг довольно хорошего уровня и со мной уже можно считаться то есть меня уже можно приглашать на хорошие места да в своей в хорошей гильдии бартоломео ну хороший нехороший не знаю с бартолома бартолома желает знать зачем у меня плохие новости писец почему мне кажется что с моим непутевым учеником стряслось что то ужас он погиб от когтей демона ему так и не удалось узнать всей правды говорят кира заперла себя в склепе чтобы удержать демона она пожертвовала жизнью чтобы спасти семью и других жителей города ну в принципе я могу согласиться с этим если бы мне удалось выяснить цель его поисков можно было бы помочь бедняге рабозу обрести необходимые знания не все истории этого города записаны на моих свитках возьми это за твои труды хорошо давай посмотрим так какой уровень одиннадцатый ты что мне предлагаешь ну ладно сейчас тогда возьмем то что подороже будет по цене так по цене подороже восемнадцать в принципе разницы нету да ладно хорошо я с тобой согласен у него было большие надежды едва ли он ожидал такого конца с магией всегда нужно обращаться крайне осторожно она способна извратить и смутить даже сильнейший ум да прощай да сопутствует тебе удачи всего тебе доброго так ну давай еще сходим сейчас в руины Ахеронта я думаю это будет хорошим делом сейчас попробуем все три задания выполнить убить старейшину шамана уничтожить хижины пиктов ну довольно сложно да задачи будут не знаю что я смогу сжечь тела дать противоядие гензио кстати да у меня же должно быть противоядие где оно интересно у меня его нету я его наверное продал уже я его наверное уже продал на самом деле на самом деле ну ладно если так получилось значит так получилось ничего с этим поделать не могу ладно подожди а может быть нет потому что у меня для задания есть вот он да есть есть зелье зажженные факелы то есть я сейчас закончу с этими задачами которые меня ждут там в на как же он называется то блин руины ахеронта и в общем то думаю никаких проблем у меня там вообще не возникнет сейчас хотя кто его знает так часто бывает почему то когда ты ждешь проблем так проблема наоборот уходит и когда ты ждешь что проблем не будет они появляются с усиленной то есть усиленными возможностями альманах восполнения вот я не знаю я не могу им пользоваться но он и стоит недорого в принципе да а что он из себя представляет талисмен использование невозможно почему потому что это зачарование регент маны честно блин так вот это продадим так рукавицы тоже продадим у меня уже два серебряных золотых еще вообще нету то есть до золотых мне еще как до китая пешком вот эту книжку тоже наверное нужно продать потому что ну нету толку никакого и от этой картины тоже ну ладно хоть что то останется у меня на память по крайней мере пока будет оставаться пока это что то не будет более высокого уровня для чего мне более высокого уровня вещи ну все равно их хранить жаль конечно то что я не могу хранить где то в какой то коробке не знаю если бы мне кто подсказал можно ли здесь где то действительно сохранять вещи но скорее всего нет скорее всего такой возможности нет и поэтому нам приходится все эти трофеи продавать которые я хотел бы конечно же сохранить так переходим на ту сторону да когда то мы прошли по этому пути давно давно но но я думаю что сейчас если у меня не будет вообще никаких сопротивлений то выполнить это задание будет самым легким делом самая легкая серия из всех которые были так что то случилось находит в профилактике ну как то странно не вовремя да мы попали на профилактику 130 так попробуем сейчас еще раз нежданно негаданно произошел обрыв сервером теперь я возвращаюсь я уже в руинах Ахеронта и в общем то остался небольшой путь да и пикты видите уже на меня не реагируют никак им вообще на меня уже наплевать по той причине что все таки я действительно уже от них отвязался отвязался от их опасности от их от их уровней то есть они слишком слабы для меня чтобы мне с ними сражаться вот единственное может быть мне придется так убить старейшину шамана интересно какого он умер какого он уровня интересный действительно тяжелый может быть так ну вот вот это тело одно да кстати нет тело где то не здесь а где кстати тело почему я не могу его сжечь это не то наверное да нет тело где то находится в другом месте ниже как раз где находится ганзио насколько я помню на самом деле видите вообще никакой реакции у них против меня нет вот то есть эти задания я выполнил следовательно они против во вот этот разведчик да он может что-то мне противостоять но я не уверен что он делает это а вот эти вот ребята да вот эти ребята могут против меня что-то замыслить но я не вижу вообще а от них никакого сопротивления то есть они мне вообще не страшны я смотрю так так Ганзио, по-моему, где-то находится там О, гадюка Гадюка Голодная гадюка Слабенькие, они против меня просто Не такой разведчик Вот он хотя бы приведет ко мне, что-то мне скажет Такое, что Мне не понравится На самом деле, мне вообще все нравится здесь То есть, это слабые Эти конкуренты, что даже Я не знаю, как... Ганзио, он ждет меня Ганзио Помоги мне! Прошу тебя, помоги мне! Ганзио, вот твое лекарство Ах, холоми ты Давай вот сюда На Погоди-ка, что-то не так Я по-прежнему слышу их Нет, не может быть Создание, что Поселились в моем доме Вовсе не из моих горячечных слов Они настоящие! Убей их! Убить кого? Ганзио, ты бредишь! Я знаю, от чего Прогневались духи Они пришли в ярость из-за той кости, что я нашел Ее прибило к берегу И я забрал ее Теперь они меня за это ненавидят Они ненавидят меня из-за проклятого талисмана в моем доме Ты ждешь, что я сумею Укротить ярость духов? Пожалуйста! Во имя милосердия Что для кемерийца Вроде тебя какие-то несколько духов Хорошо, Гангинзио, сделайте Тебя наверняка направил сюда сам Митра Мой толстый его причем Лежит на полу и похож на нижнюю челюсть Пожалуйста, просто унеси его Мне все равно, как ты поступишь с ним Хорошо, прощай Прощай! Задание обновлено Так, сейчас Уничтожить хижины пиктов А точка сохранения это вон там, что ли, она находится? О, босс! Таумку... кто? Кур Таумкур какой-то, да? Ну-ка, давай попробуем его мочканем Нам не этого шамана, интересно, нужно убить Просто интересно Может быть, да, может быть, нет Скорее всего, нет Скорее всего, не он Хотя он, может быть, что-нибудь мне даст сейчас Вполне локально Он довольно сильный оказался, да? Семнадцатый уровень, хотя, вроде бы А он меня... Немножко тоже поцает Видно, что... Старается, парень, старается Куда его против меня, правильно? Даже... Даже сомнений быть не может... Ну, как его... Вот, хотя бы посох какой-то Восемнадцатого уровня Ладно, возьмем Все равно это задание не то А тут, наверное, где-то по низу пройти лучше Я вот не знаю, смогу ли я где-то здесь Найти... А! Точка сохранения Вспомнил, да? Она наверху, по-моему, находится Так что Нужно сохраниться там, чтобы Продолжить выполнять задания Которые мне предписаны здесь Сделать Гензио отжил А мне нужно Так, пик боец Не так-то просто против него водит Потому что он Гонится за мной! Да, тела-то сжечь Я что-то не совсем понял, где их можно найти Так Парень, ты Попал, честно Даже можешь Нисколько не сомневаться, что ты попал А ну, хоть что-то я мог Тебя взять Так, я сохранился, да? Сейчас Уничтожить хижины пиктов Пойдем Пойдем разбивать эти хижины До тех пор, пока Это В моих Силах Без особого труда Так Вот эти ребята меня ждут Они ждут меня, ждут меня Мимо Опять мимо Да что ж ты промазал-то Видите, как замыливаются Глаза, когда чувствуешь, что и превосходство явно Так Так и что где тут какие ж хижина нужно сжечь так секунду давайте посмотрим уничтожить хижину пиктов так и сжечь хижины последователь также убить старейшу шаманов пиктов чтобы да иди ты отсюда помочь тебе так сама рядом девушка так 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 насчет хижины где она это хижина я вообще не понимаю их так много просто хреново знает что нужно делать для выполнения задания самом деле это еще есть иди сюда сказал наверное скорее где-то там он находится как-то вообще легко легко вот даже даже ни в каком ни в одном глазу да где-то там где-то там так идем сюда ага вот они двое на меня нападают вау 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 смотри как много стало сразу вау 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 стоять так их что-то много их много я не на меня нападают я смотрю вообще агрессивно мне с ними бы справиться и трое четверо 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 так трое трое шаманов и там еще один на этот бандит какой бандит на нет надо уходить от уходим уходим так что-то что-то меня закидывает куда-то не туда они мешают мне блин мешают отойти ах справиться бы справиться справиться надо со всеми а справиться нет я боюсь что я не справлю надо уходить уходить срочно уходить если я не уйду мне хана так отдых 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 все хорошо возвращаемся я думаю что нужно было сразу этим заняться как-то я протянул вот сюда вот надо идти они думаю быстро не появится заново старейшина старейшина я к тебе мне самое главное тебя сейчас завалить если честно я уйду все равно вы против меня ничего не имеете вы слабоватый против меня так убить шаманов уничтожить хижины каким образом так ты ты все-таки за мной побежал да тебе же хуже парень ты же и проиграешься с этот бой даже можешь нисколько не сомневаться так ну давай насобираем все что можем найти почему бы нет и хижины 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 а как уничтожать хижины я вот этого не понимаю не знаю как их как их можно сжигать эти хижины почему я не могу их уничтожить а вот есть понял понял теперь я понял как они уничтожают эти дома так-то сложно да по своей существу вау вдвое второе и все против меня ну ладно вам же хуже вам же хуже они даже вообще не сколько меня не задевать мне очень пофиг у них что они там бьют что они там не бьют настолько просто выполнить это задание вообще сюда вернулся когда здесь ни разу не было никаких трудностей у меня вообще в этом месте не возникло так первый дом вон там он еще один дом до насколько понимаю так так разрушаем этот дом есть второй дом разрушен так вот еще третий дом ну то есть вернее возвращаемся к этому и как-то странно почему одни и те же дома можно по два раза уничтожить а ладно здесь осталось еще два дома уничтожить давайте поможем человечку так человеку я помог и сейчас где-то тут дома еще есть ведь до той стране вон вот один дом кто двое против одного да вы слишком слабы для меня ребята что толку вам против меня биться когда вы ничего не можете мне противопоставить мне еще поможет вон тот парень отлично все хорошо все хорошо парень ты не берешь это тогда возьму я так еще один дом надо ну можно на обратном пути до этот дом найти вон там он есть еще один дом ага есть нашел я тебя иди сюда нетопыря бля пихо пид охотник клана нетопыря на я надеялся что эта серия будет может быть намного короче оказалось нет все таки все равно задание очень много и так что все успеть все равно не получится все завалили расправили задание так надо еще какого-то главаря где-то найти он похоже дальше где-то да находит скорее всего вернуться кофу не знаю что это такое я сейчас схожу туда еще ниже на это дело как бы сильно не затянула серия я должен все равно выполнить как можно больше действий которые тут есть так ну и что куда это я пришел ага надо все таки было где-то туда вниз идти а немножко не туда прошел да с той стороны что ли давай-ка посмотрим хорошенько что это за за такое вот это я вот это чё ладно сжечь тела мне еще надо успеть так вот это что еще раз нет непонятно непонятно что это такое выходим нам надо сжечь тела очистить от зла дом гензио и так это что они между собой я думал они между собой живут ты что против меня что-то иное тем хуже для тебя парень так иди сюда я с тобой расправлюсь очень просто вот и все еще что-нибудь соберу кушка Эля типа того так а идти там некуда кстати где эти тела искать скорее всего он там вон там вон вон там а тут переход есть на ту сторону просто интересно да есть кстати ну тогда сейчас пойдем и выполним это задание этим вообще пофиг на меня всем всем вот этим вот упырям вот мне когда-то было нужно их убить теперь на них наплевать на всех так ну вот я дошел куда-то там наверное мне выше нужно подниматься кстати тела где это не те тела нет тела не те где-то выше значит вот здесь я не бывал да несмотря на то что вроде бы как бы они меня не трогают почему потому что родным считают что не знаю их тут вообще много офигеть а че я почему я не мог перепрыгнуть я не знаю так куда-то я опять не туда пришел хорошо возвращаемся чуть-чуть назад видимо вон туда нужно идти ничего нового все продолжается по старому сейчас закончим вот эти задания именно здесь и думаю после этого можно уже будет восставать восстание жду я долго этого восстания так где-то здесь тела но я не знаю где они могут быть эти самые тела вот это тело нет нет где-то я так может быть наверху где-то это че за тело как-то они пофигистически ко мне относятся вообще ничего не вижу так так давайте сжечь тела что за задание такое сжечь тела так падрик послышал что пикты собрали две огромные кучи тел в руинах ахеронта для своих ужасных ритуалов он дал мне два факела чтобы я их разжег о смотри какой босс че ты за босс такой ну-ка давай-ка мы с тобой встретимся а парень ты руками только бьешь да у него еще и спутники есть вау серьезный парень воу четверо зомбированный какой-то подошел да нет в принципе никаких трудов мне наверное это все-таки не составит я только не знаю где эти кучи тел которые мне нужно уничтожить здесь что-то я их не вижу как-то они поодиночке да лежат я не вижу кучу огромных тел этих этих самых тел так сохраняемся а ну и что где эти тела вот они вот это первая куча сжег так вот вторая куча да да довольно ужасно это все выглядит на самом деле все там дальше выхода никуда нету это куда храм ведет тут есть еще какой-то подъем интересно здесь будет храм нужно будет запомнить это место потому что может быть мне придется двор охеронтого храма задний двор вполне возможно мне придется когда-нибудь туда приходить я не знаю точно так ну ладно а сейчас выполним все задания которые нам нужно тут закончить кстати а вот похоже нет я ошибся возвращаемся 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 назад в тарташ ищем дом гензио где бы он не находился поговорим с падригом вернемся к кофу я думаю на этом все у нас сегодня будет закончено я думаю все довольно неплохо мы сделали довольно хорошо все восполнили все наши проблемы а вот тут да тут довольно опасно проходить было на меньших уровнях потому что я бы не справился так много здесь их так здесь много упырь 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 да когда вернемся назад когда вернемся к себе домой о что-то там лежит подберем что бы там не лежало может быть пригодится действительно по деньгам да есть штука опять места у меня как всегда нету как-то это часто получается так что я лишаюсь свободных мест люди здесь похоже не часто появляются потому что видят только пикты все пикты одни пикты ходят не страшно на самом деле не очень страшно здесь все настолько просто было выполнить все настолько просто было исполнить что это и говорит что мне уже пора пора заниматься восстанием тартажа три часа у меня на воля мужества и 4 на обжигающее знамя ладно вернемся сейчас назад в тартаж и там уже определимся более конкретно как закончить эти последние задания здесь у меня больше ничего не держит сколько я понимаю так что возвращаемся не знаю как вам а мне игра кажется довольно занятной может быть что такое не всегда добыть карту редрика поговорить с гаром убить мастера ритуалов это все где то в этом подземелье тартажа мне же нужно сейчас тортишь собачьи собачьи жажды вернуться а мне нужно сходить в дом гензио и очистим от зла этот дом то есть забрать по всей вероятности забрать омлет из дома гензио так здесь приближаемся непосредственно так 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 вот они дома да сейчас зайдем на территорию города все таки игра действительно продумана очень за те годы которые она существует и пусть действительно может быть кому то эта игра не нравится мне она нравится хотя бы потому и в первую очередь что есть эта музыка музыка которая напоминает мне reason 2 которая напоминает мне готику первую вторую третью не знаю чем но все таки напоминает ну как это чем ну слышите же сами это больше похоже на третью бутику эта музыка так ну что по моему где то там да нет стоп наверху дом гензио скорее всего так в этой части я наверное еще даже не бывал а вот этот дом гензио лишь бы мне никакого демона не пришлось там встретиться давайте так ну что он из себя представляет этот дом гензио гензио одна сплошная руина или все таки есть что то стоящее здесь вау как то тут такой дома почему это когда то было домом да сейчас это непонятно что дом ли это вообще и там кто то стоит тигр двадцатого двадцатого уровня офигеть так похоже меня ждет эээээс серьезная проблема сейчас ладно давай попробуем как не старайся как не крути и будем стараться побеждать равна равнозначного себе противника первого сегодня нужно как раз убить сейчас первого равнозначного для себя противника, которых до 20 уровня до сих пор я ни одного еще не встретил. То есть, если ты встречаешься с равным тебе, тебе дается бонус. Бонусов у меня сегодня это первый бонус. Это что за духи? Разбойники? Так, интересно. Воруешь, как и мы когда-то. Что ты за ища дяда? Мы неупокоенные мертвецы. Наши страдания бесконечны. Мы жертвы к Санте и Досаррам, колдуньи из Зингары. Кто такая Ксантия де Сара? Ксантия де Сара была зингарской грохиной, наследницей древней крепости в Рогранских горах. Она была очень сведуща в черной магии. Ксантия создала талисман из нижней челюсти могучего тигра и чьего короля, с помощью которого она призывала к себе в служение гигантских тигров. Зачем во имя всех богов ей это было нужно? Она охотилась на разбойников-горцев, которые пытались проникнуть в ее замок. Она знала, что никто не хватится, если они навсегда исчезнут в ее подселениях. Ксантия отдала нас своим тиграм и навсегда пленила наши души в этом проклятом талисмане. Подходящий конец для таких, как вы. Мы были королями разбойников с гор. Мы не боялись смерти. Мы приняли ее как должное. Но никто не заслуживает вечных мучений. Позволь нам отправиться к богам и принять их в суд как должно. Печальная история. Чем я могу вам помочь? У Гензио есть артефакт, в котором были племены наши души. Он сложил вместе череп и челюсть и освободил нас. Теперь он в джунглях трясется от страха. И что, мне опять к нему идти, что ли? Я не пойду сейчас к нему. Челюсть сейчас у него. Если снова собрать талисман, а потом закопать его в земгарской земле, мы наконец обретем покой. А если я откажусь? Мы будем преследовать тебя до конца. Да что ты говоришь? Понятно. Когда умрут звезды, когда солнце превратится в черный уголок, когда с севером ведет лед, и мир превратится в холодную мрачную пустыню, наши крики все еще будут звучать в твоих ушах. Хорошо, я помогу вам, духе. Не дай блеск драгоценных камней соблазнить тебя. Он должен быть зарыт раз и навсегда, чтобы мы смогли наконец обрести покой. Отнеси челюсть Гензио и собери артефакт. Ладно, это будет когда-нибудь в следующих сериях. Я не знаю точно какой. Я? Ты какую-то херню несешь. Я что-то вообще ничего не понял. Так. С Гензио я сейчас не пойду. Я пойду наверное в следующую серию или через серию, через две, через пять. Не знаю. Сейчас мне нужно поговорить с различными людьми и следовательно я это оставляю наверное на следующей серии, на следующую серию. То есть мне нужно поговорить с Коффа вернуться, поговорить с Падригом, поговорить с Гензио. То есть с этими со всеми людьми наверное я в следующей серии начну как раз именно с того, что я начну говорить с ними. Я не знаю, может быть эти разговоры затянутся очень сильно. по крайней мере эти задания которые я тут выполнял сейчас а нет пойдем к Падрику дойдем. Все-таки он так рядом здесь. Почему бы нет? Падрик он наверху. Чем быстрее я пройду здесь чем дальше. Погибельные костры горят Падрик все сделано. Это лучшие слова какие я слышал за последние недели. Души моих друзей и других бедолаг которых поймали пикты теперь навсегда свободны. Надеюсь это также значит что на острове больше не появятся живые мертвецы. Я говорил что заплачу тебе и я заплачу. Вот держи. Спасибо друг тебе Блин места нету Прощай Я это все опять продам а у тебя еще какое-то есть задание да ну сразу давай возьмем его Привет Ты знаешь девиц что работают в Тартаже Да я провел множество ночей в бородатой устрице одна из девочек Гортензия чудесное создание она также восхитительна как наложницы в гареме Конана скажу я тебе но ее похитили пикты такая красота пропала больше такой здесь не будет Гортензия жива мне удалось спасти ее от черных от черных Кром и Эмир это что какая-то дурацкая шутка если эти ублюдки пикты присоединились к черным они пошли по куда более скользкой дорожке чем я думал их нужно истребить как животных которыми они и являются я хочу чтобы их вождь умер слышишь меня умер не думай что можешь приказывать мне падрик я не хотел оскорбить тебя не нужно горячить я заплачу тебе за пролитую вот это уже другое всегда можно найти что-нибудь в сточных канавах на трупах тех кого ночью прикончили и сбросили туда я заплачу тебе тем что найду я убью вождя пиктов да вот это сила духа отправляйся на юг острова белых песков и проследи чтобы этот ублюдок пошел на корм воронам это поможет избавить остров от грязных дикарей прощай золото и серебро ключи к сердцу всего и вам доброго друзья мои пока пока